Здравствуйте! Мы продолжаем серию онлайн-уроков нашей школы. И тема сегодняшнего нашего занятия касается большого блока по обществознанию, касается политики. Мы сегодня будем с вами разбирать основные, наиболее сложные темы из этого блока. И на примере заданий из единого государственного экзамена попробуем с вами разобраться, как работать именно с этим типом заданий. Если говорить о политике, то основным институтом политической жизни является государство. И вот эта тема, связанная с понятием государства, его признаками, формами государства, является наиболее сложной для большого количества выпускников, сдающих единый государственный экзамен. И процент ошибок именно в этих вопросах достаточно высок. Если взять первую часть ЕГЭ, то теме политика и государства посвящены 13, 14 и 15 вопросы тестовых заданий. Если берем вторую часть, то тема политика вообще является неотъемлемой темой любого, любой второй части. То есть, если вы откроете любой из вариантов единого государственного экзамена, то во второй части вы непременно найдете хоть одно задание, касающееся политики. Начать я хотела бы именно с темы государства, да, и разобрать основные вопросы, которые касаются этой темы. Итак, первое задание, с которого я бы хотела начать, это задание номер 25, которое просит нас дать определение понятию и составить два предложения с этим понятием. Вот если мы даем определение понятию государства, да, ну вообще общие требования к выполнению 25-го задания, они требуют от ученика в первую очередь дать понятие, которое характеризуется не менее, чем двумя существенными признаками. И поэтому для того, чтобы дать определение понятию государства, ученик должен знать те необходимые признаки, которые характеризуют государство. Ну, во-первых, государство, прежде всего, это организация публичной власти. Соответственно, мы с вами должны понимать, что значит публичная власть, да, и чем она отличается от всех других видов власти. Прежде всего, если мы говорим о публичной власти, то это власть, распространяющаяся на все общество и имеющая в своем арсенале большое количество средств, с помощью которых она может настоять на своих велениях, да. И поэтому, если мы даем определение государству, то прежде всего, это организация публичной власти. Есть, когда мы говорим о признаках государства, то различают признаки основные и дополнительные. А ученику, выпускнику 11 класса, в принципе, вполне достаточно будет разбираться в основных признаках государства. И основными признаками мы с вами называем, во-первых, территорию населения. Подчеркиваю именно территорию населения, потому что пустыми территориями, незаселенными власть не управляет, управляют людьми. Поэтому население является неотъемлемым признаком государственной власти. Второй важнейший признак, о котором я уже сказала, это публичный характер власти. Обязательно любое государство обладает органами управления и органами принуждения, да. Одним из основных органов принуждения мы называем армию силовые структуры. Важнейшими признаками государства является правотворческая деятельность, является сбор налогов, является денежная эмиссия, а также монопольное право на применение силы. Что значит монопольное право? То есть принадлежащее исключительно государству. Вот именно этот признак у многих выпускников вызывает очень большие затруднения, когда нужно из перечня признаков, необходимых для государства, для того, чтобы охарактеризовать государственную власть, выбрать. И очень многие вот этот признак, монополия на легальное насилие, они не выбирают, да, считая этот признак не относящимся к теме государства. Итак, значит, еще раз, если мы даем определение понятию, то обязательно наличие двух существенных признаков для того, чтобы это определение было вам засчитано. Вторая часть 25-го задания, касающаяся составления двух предложений. Ну, я разберу на примере. Первый пример. Составьте предложение, содержащее информацию о формах государства. То есть здесь от вас требуется не просто знание определения понятия государства, здесь от вас требуется и знание, не только знание признаков, но еще и знание форм, в каких формах выражается государство, да, какие существуют формы. Если говорить о формах государства, вот этот вопрос вызывает очень много затруднений и очень многих ребят возникает путаница с формами государства. Политологи выделяют три основные формы государства. Это форма правления, это тип государственного устройства и это политический режим. Чем они отличаются? Ну, исходя из определений основных, которые мы даем, форма правления, она характеризует, организацию высших органов власти в стране, кому принадлежит власть и как она получается. Если говорить о формах правления, выделяют две основные формы правления, это монархия и республика, и мы чуть позже их более подробно разберем. Если брать тип государственного устройства, то тип государственного устройства прежде всего характеризует систему взаимоотношений центральной власти и региональной власти, порядок взаимоотношений. Если мы берем с вами тип политического режима, то политический режим отличается способами и методами, которыми использует власть для того, чтобы управлять общество. Вот разница между этими тремя понятиями является очень существенной. Надо научиться различать, что такое форма правления, что такое тип государственного устройства и что такое политический режим. Вернемся к понятию формы правления. Что это такое и какие виды и, скажем, категории этих форм правления существуют. Итак, форм правления я уже называла. Есть две. Монархия и республика. Первая форма правления, монархия, она достаточно подробно изучается в курсе истории и в курсе общества знания. И мы с вами все знаем, что монархия — это форма правления, при которой власть принадлежит одному человеку и передается по наследству. То есть два существенных признака, о которых мы с вами говорили, для того, чтобы дать определение понятию монархии, это наследственный характер власти, да, и это власть в руках одного человека. Какие выделяют виды монархии? Выделяют для... Вообще классификация монархии существует достаточно обширная. Для выпускника 11 класса вы должны знать и уметь различать три основных вида монархии. Монархия абсолютная, монархия дуалистическая и монархия конституционная. Если говорить об абсолютной монархии, абсолютная монархия находится, вся власть находится в руках одного человека. Этот один человек и занимается законотворческой деятельностью, он принимает законы, он руководит страной, он является высшим судьей, да. Вот это абсолютная форма власти, когда и законодательная, и исполнительная, и судебная власть сосредоточена в руках одного человека. И с абсолютной монархией, в принципе, больших каких-то проблем и сложностей у ребят не возникает. А вот с признаками, отличающими дуалистическую монархию, от признаков, отличающие парламентскую или конституционную монархию, возникает достаточно большое количество вопросов. Но прежде всего, в чем разница? Если мы берем с вами конституционную монархию, то это монархия, где законодательная власть передана парламенту, избираемому народом, и монарх, он обладает, он руководит исполнительные, извините, монарх выполняет представительские функции, больше всего. Он представляет страну в международных отношениях, он подписывает международные договоры. А вот правительство, оно подчиняется в первую очередь парламенту. Это главное отличие конституционной монархии от монархии дуалистической. Если мы берем с вами монархию дуалистического типа, то прежде всего мы должны говорить о том, что в монархии дуалистического типа полномочия монарха несколько более расширены, нежели в монархии конституционного типа, здесь монарх формирует и возглавляет правительство, он является главой исполнительной власти. И если вы разобрались в этих вопросах, то в принципе выбрать признаки конституционной или дуалистической монархии вам будет достаточно просто. Для примера, задание, которое взято из 14, это первая тестовая часть, 13 вернее задание, тестовые части. Найдите в приведенном списке характеристики конституционной монархии. То есть в этом задании вас просят выделить, определить, что вы должны в первую очередь делать. Вы должны определить, какой тип монархии вам нужно выделить. В монархии просят найти признаки конституционной монархии. Из перечисленных признаков, вот давайте с вами разберемся. Первый. Глава государства, наследственный монарх, обладающий представительскими функциями. Да? Этот признак, да, он характеризует монархию, да, монархию, обладающую представительными принципами именно признаки конституционной монархии. Поэтому этот вариант ответов будет правильный. Второй вариант. Высшую судебную власть осуществляет монарх. Да? Если мы говорим об осуществлении высшей судебной власти, то этот признак характерен для абсолютной монархии. Третий признак. Законодательную власть осуществляет выборный парламент. Мы говорим с вами, что ограниченный тип монархии, не абсолютная монархия, да, он ограничивается тем, что законодательная власть и в дуалистической, и в конституционной монархии, она действительно принадлежит парламенту. И поэтому данный признак, он будет верным. Четвертый признак. Исполнительная власть принадлежит правительству. Да, действительно. Исполнительная власть конституционной монархии принадлежит правительству и возглавляет это правительство премьер-министр, отнюдь не монарх. И последние представительские функции осуществляет председатель верхней палаты парламента. Мы с вами уже говорили, что признаком конституционной монархии является наличие представительских функций у монарха, поэтому пятый признак будет неверным и неправильным. Вот если говорить об этой стороне вопроса, то здесь очень важно выбрать верное количество правильных ответов, поскольку общество знания отличается, допустим, от истории, от ЕГЭ по истории тем, что в вопросах, где нужно выбрать правильные варианты, не дается заранее нужное количество ответов. То есть вам никто здесь не скажет, два ответа правильных будет в этом перечне вопросов, три или четыре. Исходя из этого задания, каждый из вас должен будет сам определить, да, какое количество ответов является верным. Если говорить о второй форме правления государства, республики, здесь вопросов возникает, сложных вопросов возникает гораздо больше. Итак, давайте для начала определимся, что мы с вами называем республикой. Ну, во-первых, это форма правления, при которой власть получают выборным путем. И это главное отличие монархии от республики. Если в монархии власть получают путем передачи наследственной власти, то в республике власть выбирается народом. Это важнейший признак республики. Если в заданиях ЕГЭ вас просят из всего перечня ответов выбрать те, которые относятся к республиканской форме правления, в первую очередь вы должны выбирать те варианты, которые характеризуют выборность власти. Республик в политологии насчитывают три основных вида. Говорю основных, потому что политология как наука выделяет гораздо большее количество различных классификаций республик, мы с вами в рамках школьной программы выделяем три основные типа республик. Это республика президентская, это республика парламентская и это республика смешанная. Как правило, выпускники 11-х классов, они усваивают отличия на каком уровне. В президентской республике больше полномочий у президента, в парламентской республике больше полномочий у парламента, а вот смешанный, смешанный вариант. Вот, к сожалению, такого, скажем, различия между этим, понимание различия между этими республиками оказывается недостаточно для того, чтобы правильно ответить на поставленные вопросы. Итак, давайте разберемся, какими признаками обладает президентская республика. В первую очередь, президент избирается народом. Вот этот признак, выборность президента народом, он характеризует не только президентскую, но и смешанную форму республики. И отличается от парламентской формы республики, где президент выбирается парламентом. Итак, почувствовали различия. В президентской республике президент избирается народом, в парламентской республике президент избирается парламентом. Второй отличительный признак президентской и парламентской республики касается формирования правительства, формирования исполнительной власти. Если говорим о президентской республике, то здесь президент и формирует, и возглавляет правительство. Соответственно, должности премьер-министра здесь нет. Человек, который возглавляет правительство в президентской республике, это сам президент. Ну, ярким примером мы можем с вами привести пример президентской республики, это Соединенные Штаты Америки, где президент и формирует, и возглавляет правительство. И, соответственно, правительство в президентской республике, оно отчитывается перед президентом. Если мы берем с вами парламентский тип республики, то здесь формирование правительства является функцией не президента, является функцией парламента. И правительство, сформированное парламентом, соответственно, отчитывается в своих действиях перед парламентом. Если берем смешанный тип республики, то здесь правительство формируется совместно и президентом, и парламентом. И, соответственно, оно подотчетно и парламенту, и президенту. Ну, примером смешанной республики является наше с вами государство, Российская Федерация. Если мы вспомним, председатель правительства назначает президент, но при обязательном согласии Государственной Думы. Вот это важнейший признак. То есть формирование правительства, оно идет совместно и президентом, и парламентом. Давайте посмотрим примеры тех заданий, которые могут касаться понимания различий между парламентской и президентской республикой. Итак, задание типа 13, 13-го задания, где нужно выбрать несколько правильных вариантов. Найдите в приведенном списке положения, характеризующие парламентскую республику. И запишите цифры, под которыми они указаны. И дается несколько вариантов. Формирование правительства парламентом, прямое всенародное избрание президента, отсутствие у президента права распуска парламента, ответственность правительства перед парламентом, наделение президента представительскими полномочиями. Обратим внимание, нас просят выделить характеристику именно парламентской республики. Соответственно, первый вариант формирования правительства парламентом, он отличает эту республику от всех остальных. Всенародное избрание президента правильным ответом не будет, поскольку это касается президентской и смешанной республики. Ответственность правительства перед парламентом будет правильным вариантом. Соответственно, раз правительство формируется парламентом, то оно перед ним и ответственно. То есть вот здесь важно отметить именно те признаки, которые отличают президентскую республику от парламентской. Еще один тип заданий, следующего варианта. В государстве президент избирается членами обеих парламент, обеих палат парламента. Какая дополнительная информация свидетельствует о том, что государство является парламентской республикой? Опять же, мы с вами видим, нас просят выделить из нужного перечня признаки парламентской республики. Первый вариант. Парламент является постоянно действующим органом. Как постоянно действующий орган, парламент действует абсолютно во всех республиках, и, соответственно, мы с вами не можем выделить его как отличительный признак парламентской республики. Правительство несет ответственность перед президентом. Этот вариант ответа мы тоже не можем с вами выбрать, поскольку это признак не парламентской, а президентской республики. Главой правительства становится лидер, победивший на выборах в парламент партии. Вот этот вариант в данном случае будет верный, поскольку лидер, победивший партии на выборах в парламент, он является представителем парламента, и этот факт доказывает, что парламент формирует правительство. Пятый признак. Парламент избирается на основе всеобщего и равного избирательного права. Он относится к признакам и парламентской, и президентской республики. Поэтому этот признак в качестве отдельного, особенного признака парламентской республики мы выбирать не будем. И последнее, главной функцией правительства является разработкой и принятие законов. Этот вариант мы не выбираем, поскольку он не просто не формирует, не является признаком какого-либо вида республики, он вообще изначально является неверным, поскольку правительство у нас относится не к законодательной, а к исполнительной ветве власти. Итак, мы с вами выяснили, что есть две основные формы правления — монархия и республика. И мы выяснили, что монархии бывают три вида — абсолютная, конституционная, дуалистическая. И республик также бывают три вида — парламентская, президентская и смешанная. И выпускник 11 класса должен различать не просто виды форм правления, но и различать их разновидности. Итак, давайте попробуем с вами посмотреть еще одно задание. 25-е задание — там, где нужно составить, дать определение понятию, составить предложение. Вот если мы с вами различаем понятие формы правления и разбираемся в их видах, то выполнить его будет достаточно легко. Нужно дать определение понятию формы правления и составить два предложения. Первое — об основных видах форм правления. Второе — указать признаки любой формы правления. То есть знания, помогающие нам определить эти формы правления, они у нас есть. И поэтому мы с вами здесь определяем виды форм правления. Можно назвать монархию и республику. И, допустим, как признак одной из форм правления можно указать, скажем, выборность власти в такой форме правления, как республика. Это если мы с вами сейчас поговорили только о первой форме государства, а именно форме правления. А форм государства в начале нашего занятия я вам называла три. Вот первая — это форма правления. Вторая форма государства — это тип государственного устройства. Если мы с вами будем говорить о типе государственного устройства, я уже еще раз повторюсь, что тип государственного устройства характеризует порядок взаимоотношений центральной и региональных властей. Какие бывают виды типов государственного устройства? Выделяют унитарное государство, федерацию и конфедерацию. Если говорим об унитарном государстве, то это государство, территориальное образование которого не обладают самостоятельностью и которые не имеют права решать какие-то свои местные вопросы, не получив распоряжений от центральных органов власти. Ну, скажем, Российская империя до 1917 года была унитарным государством, и император, обладая властью, он управлял всеми территориями, губерниями, которые не обладали правом самостоятельного решения каких-либо вопросов. Если мы характеризуем федерацию как особый тип государственного устройства, то в федерации субъекты или территориальное образование этого государства обладают определенной самостоятельностью в решении вопросов местного значения. Но при этом целостность государства, при этом верховная власть, центральная власть, скажем, центральных органов власти, она сохраняет свое значение. Если характеризуем конфедерацию, то конфедерацию дает определение следующего типа. Это союз государств, объединившихся для решения какого-то одного конкретного вопроса и в этой области создавшего единые органы управления. На сегодняшний день конфедеративных государств в мире не существует, и поэтому основное различие, которое вы должны уяснить, это различие между унитарным государством и федеративным государством. Вот этот вопрос является наиболее сложным. Дело все в том, что признаки федерации для многих выпускников являются достаточно тяжелым вопросом. И когда просишь иногда назвать «назови признаки федерации, чем отличается федерация», для очень многих выпускников этот вопрос является таким тяжелым и неприподъемным. Давайте разберемся, какими признаками обладает федерация. Первый признак. Федеративное государство всегда состоит из каких-то определенных частей, которые мы называем субъектами федерации. В Российской Федерации всего у нас 85 субъектов. И эти субъекты — это республики, это области, это края, это города федерального значения. То есть субъектов 85. Каждый субъект федерации обладает какой-либо самостоятельностью. Вот давайте разберемся, что значит обладает самостоятельностью. То есть существует двухуровневая система власти. Есть власть центральная, государственная, и есть власть местная, региональная. И вот на местном уровне сегодняшние, допустим, если мы с вами возьмем, скажем, Ульяновскую область, как есть разделение властей на общегосударственном уровне, есть власть законодательно-исполнительной, судебной. Точно так же на уровне Ульяновской области тоже есть власть своя, местная, законодательная, исполнительная, судебная. То есть субъекты имеют право принимать свое законодательство, которое будет действовать в рамках вот этой, допустим, этого субъекта федерации. Имеют право решать самостоятельно вопросы своего местного значения. Но при этом мы с вами должны сказать, что законы, принимаемые на уровне субъектов федерации, не должны противоречить общегосударственным законам. У нас с вами законом высшей юридической силы в нашем государстве является Конституция Российской Федерации. Соответственно, законы, принимаемые в рамках Ульяновской области, не должны противоречить Конституции Российской Федерации. То есть центральная власть все-таки продолжает, сохраняет некую целостность государства. Итак, еще одним отдельным признаком федерации является наличие двухпалатного парламента. И мы с вами понимаем и знаем, что наш российский парламент, федеральное собрание, состоит из двух палат. Совета Федерации и Государственной Думы, что тоже является таким важнейшим признаком федерации. А теперь давайте посмотрим, какие вопросы, касаемые федеративного устройства, могут быть даны в вариантах единого государственного экзамена. Ну, например, один из, я считаю, таких достаточно простых вопросов. Найдите в приведенном списке формы территориально-государственного устройства. Мы с вами знаем, что в форме государственного устройства является унитарное, федеративное и конфедеративное государство. И если мы это знаем, выбрать правильные варианты из списка предложенных вариантов для нас не представляется, скажем, достаточно большой сложностью. А вот есть вопросы несколько иного значения. Но вопрос звучит следующим образом. В государстве глава государства и члены законодательного собрания избираются всенародно на свободных выборах. Государство включает в себя 10 территорий, обладающих определенной политической и юридической самостоятельностью и правом принимать собственные конституции, не противоречащие основному закону. Граждане для реализации своих прав и свобод создают относительно независимые от государства ассоциации, в том числе оппозиционные партии и группы по интересам. Вопрос. Какова форма государственного устройства? И укажите факт по условию задачи, на основе которого вы это установили. Если вы внимательно прочитаете условия задачи, здесь даже несколько признаков говорят о том, что в данном случае это федеративное государство. Смотрите. Государство включает в себя 10 территорий, обладающих самостоятельностью. И второе. Территории имеют право принимать конституции, не противоречащие основному закону страны. Таким образом, внимательно прочитав задание, мы с вами вычленили два признака федерации и, соответственно, мы можем с вами установить форму правления. Второе задание, которое касается этого вопроса. «Назовите любые два признака этой формы государственно-территориального условия, не названные в условии задачи». Вот это очень важный момент. Здесь от вас не требует повторения этих признаков. От вас просят назвать еще два дополнительных признака. И, соответственно, мы с вами можем определить двухпалатный парламент как отдельный признак федерации. И мы можем, допустим, написать двухуровневая система управления. Итак, смотрите, мы с вами сегодня разобрали две основные формы государства. Формы правления и тип территориального устройства. И я надеюсь, что в этих вопросах, в этих заданиях этого типа у вас будет меньше встречаться сложностей и ошибок. Третья форма государства касается политических режимов. О политических режимах нужно поговорить отдельно, поскольку это отдельная тема отдельного задания, занятия. И очень много вопросов встречается именно связанных с политическим режимом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова